Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение книги пророка Варуха. Книга Варуха одна из второканонических книг, которая отсутствует в еврейском каноне, а в греческой Библии она помещена между книгой Иеремии и плачем, а вульгате блаженного Иеронима после плача Иеремии. В этой книге содержатся некоторые пророчества. Написание этой книги относится ко временам разрушения храма, уже после разрушения храма. Известно, что в Кумранских пещерах был обнаружен фрагмент этой книги на греческом языке, который датируется сотым годом до Рождества Христова. То есть это все-таки древняя книга, относящаяся именно к ветхозаветным временам. И мы читаем первую главу этой книги. Здесь говорится о словах этой книги, когда все это было произнесено. Потом Варуха читает эту книгу иудеям, переселенным в Вавилон. А иудеи из Вавилона посылают в Иерусалим приношения и книгу Варуха. И также здесь дается покаянная молитва иудеев, которые пребывали в рассеянии, то есть в языческом пленении. И мы читаем первую главу книги Варуха с первого по второй стих. Слова книги, которую написал Варух сын Нерии, сына Маосея, сына Садыкии, сына Асадия, сына Хелкии в Вавилоне. В пятый год, в седьмой день месяца, в то время, когда халдеи взяли Иерусалим и сожгли его огнем. Надо сказать, что то, как здесь подается Варух с перечислением его предков, это еврейская традиция. И мы можем предположить, что изначально эта книга была написана на еврейском языке, а потом ее просто перевели на греческий. Так, например, в предисловии книги Иисуса сына Сирахова, которая тоже считается второканонической, там говорится, что изначально она была написана на еврейском. И, кстати, в Кумранах обнаружили фрагмент книги Иисуса сына Сирахова именно на еврейском языке. И далее мы читаем. «И прочитал Варух слова сей книги вслух Ихании, сына Иакимова, царя Иудейского, и вслух всего народа, пришедшего к слушанию книги». Ну, очень такая умилительная подробность. Народ пришел для слушания книги. «И вслух вельмож, и сыновей царских, и вслух старейшин, и вслух всего народа, от малого до большего, всех живших в Вавилоне при реке Суд». Предполагается, что это событие происходит в 582 году до Рождества Христова, в годовщину падения Иерусалима, очевидно, иудеи как в Иерусалиме, так и в изгнании собирались в этот день, чем и объясняется выражение «слух всего народа». То есть это была такая печальная дата, но знаковая дата, и они собирались, читали Писание, чтобы понять, за что их все это постигло. Здесь дается уточнение, что эта книга читалась «в слух всего народа, от малого до большого, всех живущих в Вавилоне при реке Суд». Зачем это уточнение? Мы видим в книге про Керемия и в книге Эзекииля подобное уточнение, что пророк получал пророчество, тот или иной пророк, рядом с какой-то рекою. О чем это? Это о том, что с точки зрения людей того времени, пророчества могут произноситься только в земле Эр-Цесраэль, в земле Израиля. И древние считали, что недопустимо, чтобы пророчества произносились где-то еще. Но земля Израиля является чем-то знаковым, потому что там жил народ Божий. Но если народ Божий переселился в Вавилон, тем более не по своей воле, разве голос пророческий должен замолчать? Нет, он должен звучать, ведь должны быть какие-то наставления для этих людей. Но в каждом таком случае упоминается какая-то река. Почему? Потому что в языческой земле людям все время приходилось совершать какие-то омовения. чтобы очищаться от языческой скверны. И когда они это совершали, то Дух Святой, Дух Божий пророчески касался их, и они изрекали эти пророчества. Это и книга Варуха, это и книга Иеремии, и книга Эзекииля. Известно, что в одни Моисея, когда фараон просил Моисея помолиться за него, Моисей отвечал, как только выйду из города, помолюсь. А почему для молитвы надо выходить из города? Потому что там было много идолов, и Моисей должен был выйти, тоже совершить омовение, и потом он воздевал чистые руки Господу к небесам и получал необходимое наставление. Некоторые предполагают, что река Суд — это Эфрат, а называется она Судом, потому что изгнание Вавилона — это как бы часть божественных судов над еврейском народе. А в каком случае Господь сгоняет свой народ с их земли и переселяет куда-то на чужбину? В книге Второзакония сказано, что это происходит в тех случаях, когда люди исполняют Божий закон без радости и веселья, и только за это Господь сгоняет их с их собственной земли. А почему? Ведь люди же соблюдают закон, но пусть там без радости, пусть без веселья, но все-таки соблюдают. Представьте себе, что человек является рабом у какого-то господина, и он строго следует всем приказам своего господина, но когда его спрашивают, а как ты относишься к своему господину? Он говорит, я его боюсь, я его ненавижу, я его трепещу, поэтому я стараюсь все строго исполнять. Я думаю, если бы господин узнал об этом, он бы это не очень одобрил. Так и Бог, Он требует от нас не просто исполнения заповедей, но чтобы мы это делали с радостью и весельем, а если не так, Он сгонит нас с нашей земли. И вот, когда читалась эта книга, мы читаем пятый стих, и они плакали, и постились, и молились пред Господом. То есть содержание этой книги касалось их сердец. И далее. «И собрали серебра, сколько было по силам каждого, и послали в Иерусалим к Иакиму, сыну Хелкия, сына Соломова, пересвященнику, и к священникам, и ко всему народу, находившемуся с ним в Иерусалиме». То есть часть оказались в Вавилонском пленении, а часть народа сохранялась еще на святой земле. Когда ворух, унесенный, унесенный из храма сосуды Дома Господня, принял для возвращения их в землю иудейскую, в десятый день месяца Си-О-Ала, сосуды серебряные, которые сделал Садыкия, сын Иосия, царь иудейский, после того, как Новохудоноср, царь Вавилонский, переселил из Иерусалима и Ханию, и князей, и узников, и вельмож, и народ земли, и привел его в Вавилон. И говорили они, «Вот мы посылаем вам серебро, и купите на это серебро всесожжение и жертву за грех и ладан, приготовьте дар и возносите на жертвенник Господа Бога нашего и молитесь о жизни Новохудоносора, царя Вавилонского, и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба на земле». Казалось бы, Новохудоноср – это вообще образ какого-то дьявола, антихриста, который разорил Иерусалим, разорил Божий храм. Но евреи здесь очень хорошо понимали, что все, что с ними случилось, это произошло по воле Бога. А Новохудоносор, царь Вавилона, он используется Богом как некое орудие. И в этом как бы нету никакой его личной вины. И призывается народ, чтобы и в Вавилоне, и на святой земле, они бы молились об этом царе, потому что под его рукой, под его властью оказались многие иудеи. «И даст нам Господь силу и просветит глаза наши, и мы будем жить под покровом Науходоносора, царя Вавилонского, и под покровом Валтасара, сына его, и будем служить им много дней, и найдем милость у них». Надо прямо сказать, что в этой книге содержатся такие исторические сведения, которые очень многие оспаривают. Исследователи Библии, экзегеты, они говорят, здесь какие-то вот нестыковки. И некоторым представляется даже сомнительным то, что когда евреи находились в Вавилоне, что какая-то значительная часть их оставалась в Иерусалиме, там был первосвященник, и даже приносились какие-то жертвы. Но мы не будем вдаваться в эти подробности, а здесь важно обратить внимание на то, что здесь создается прецедент. Надо молиться за правителя, даже за нечестивого. «Молитесь и о нас, Господу Богу нашему, так как мы согрешили пред Господом, Богом нашим, и не отвратилась от нас ярость Господа и гнев Его до сего дня. И прочитайте сию книгу, которую мы посылаем вам, чтобы обнародовать в Доме Господнем, в день праздничный и в дни на рассчитывания». Ну, скорее всего, имеется в виду не Дом Господен, а то, что от Него осталось. Далее идет покаянная молитва для иудеев. «И скажите, у Господа Бога нашего правда, а у нас стыд на лицах, как сегодня, у всякого иудея и у живущих в Иерусалиме, и у царей наших, и у князей наших, и у священников наших, и у пророков наших, и у отцов наших, от того, что мы согрешили пред Господом и не покорялись Ему и не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы ходить в повелениях Господа, который Он дал пред лицом нашим. С того дня, в который Господь вывел отцов наших из земли египетской, и до сего дня мы были непокорны пред Господом Богом нашим и не брегли о том, что не слушали глаза Его. Посему и постигли нас бедствия и клятва, как сегодня, которую определил Господь пред рабом своим, Моисеем, в тот день. Действительно, через Моисея было объявлено то, что если они не будут служить Господу с радостью и весельем, а будут исполнять Его закон с неким внутренним раздражением, вот это произойдет, то, что с ними случилось. «Посему и постигли нас бедствия и клятва, как сегодня, который определил Господь пред рабом своим, Моисеем, в тот день, в который вышел, в который вывел, то есть Моисей вывел, отцов наших из земли египетской, чтобы дать нам землю, текущую молоком и медом. И не слушали мы глазу Господа Бога нашего во всех словах пророков, которых Он посылал к нам, и ходили каждый по мыслям злого сердца своего, служа иным богам, совершая злые дела предачами Господа Бога нашего». День праздничный, о котором здесь говорится, это может быть и праздник Кущей, о котором говорится в 23 главе книги «Исход», отмечался священными собраниями на первый и на восьмой день этот праздник. Об этом говорится также в 23 главе книги «Левит». Итак, сегодня мы сделали рассмотрение первой главы книги пророка Варуха. Если мы будем живы, Господь позволит, мы будем заниматься этой книгой далее. Продолжение следует...